Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем! Шалом, хеллоу, бонжур! Мы продолжаем изучать притчи царя Соломона Мишлей. Мишлей, книга Машалим, примеры. И мы находимся во второй главе. Во второй главе, значит, во второй главе нам рассказано, мы дошли уже до девятого отрывка. Девятый отрывок мы закончили на том, что когда ты будешь стремиться вот прям всем сердцем к Богу, Он тебе откроет все. И даже откроет такую штуку, как идти к добру окружным путем. Это самый сложный способ, потому что, знаете, есть такое выражение было, благими намерениями выслана дорога в ад, говорили. То есть, вот как не ошибиться, особенно если ты изначально уже, уже ты идешь кривой дорогой к добру, не ошибиться очень сложно. В Торе, в Торе есть фраза одна такая, которая прямо говорит, что вообще этого лучше не делать. Да, написано в Торе, цедок цедок тердов. То есть, к справедливости иди справедливым путем. И это очень такая сложная штука, да, Йомтов Шафутинский прекрасно у нас утром проводит уроки на портале ВАИКРА. Проводит уроки по недельной главе с комментариями любавческого рэба. Это просто вообще глубинный, невероятно мощный подход. Очень рекомендую. Каждое утро есть прямой эфир Йомтов Шафутинский. Потому что Тора, она бескрайняя, безграничная. И мне вот нравится вот этот метод, да, я очень люблю Мишли, притчи царя Солмона. Я просто вообще фанат их, потому что оно очень мне подходит, да. То есть, я такой практичный, очень практичный человек, земной такой практичный человек. И для меня все равно мы видим мир каждый сквозь свою призму, да, сквозь призму своего восприятия. И мне вот Мишли заходит лучше всего. Хорошо, друзья, все, мы продолжаем. У нас сегодня 10-й отрывок, 10-й отрывок 2-й главы. И в 10-м отрывке говорит нам царь Солмон так. Титаво хохма балибеха. Когда придет хохма, божественная мудрость, в твое сердце, в эдаат ли на вшеха ином. И даат, и познание вот этого восприятия божественного уже сквозь призму Торы в душу твою приятно зайдет. Вот, очень странный отрывок, да, вот если его, как бы, без объяснений вообще непонятно, что имеется в виду. Давайте копнем глубже. Значит, мы знаем уже, что есть хохма, это божественная мудрость. То есть, это некие аксиомы о том, что такое добро, что такое зло и как работает мир. Откуда взялись эти аксиомы? Бог, создатель мира, он нам сообщил. Теперь можно в это верить, можно не верить. Это вера в Бога. Есть заповедь вера в Бога. Понятно, да? Это заповедь вера в Бога. И мы верим в Бога. Или можно верить в Бога и в божественное сотворение мира. А можно верить ученым, например, да? Ученые говорят, у нас есть теория, мы думаем, что вселенная работает так. А другие ученые говорят, а мы думаем по-другому. Одни говорят, у меня теория такая. Третьи говорят, у меня теория такая. И, значит, человек должен выбрать, во что верить. Но мы в любом случае верим во что-то извне. То есть нет человека, который бы точно знал, как устроено мироздание. Нет его. Не существует ни ученых, ни никого. Понятно, да? Поэтому мы все живем в мире веры. Теперь человек верующий. Он верит в то, что Бог сотворил мир и сообщил о том, как все это происходило и как надо себя вести. Это Тора. Теперь вот это вот знание называется хохма. Хохма – божественная мудрость. То есть он сообщил божественную мудрость. Понятно, да? Теперь двигаемся дальше. У человека есть мышление. То есть есть в голове вот этот вот мозг. Он весит там несколько килограмм такого вот вещества. И в этом мозгу есть интеллект, программа. И в эту программу интеллект загружаются разные знания. Теперь если повезло человеку, он получил в этот интеллект Тору. И вот эта Тора, она, это, как сказать, одна, это информация, которая находится среди другой информации. Например, некоторые знают Тору и цены на акции. Некоторые знают Тору и цены на картошку. Некоторые знают Тору и математику. Некоторые знают Тору и еще что-то. И вот это Тора, божественное знание, оно заходит в интеллект человека. И человек все время делает выбор. Что ему делать? Как поступить? Что делать? И так далее. Теперь, когда человек выбор делает, вот эта Тора, это некая абстракция. Бог сотворил мир и в мире надо вести себя так. Ну, то есть, это некая абстракция. А цены на картошку, это факт. Вот они. И вот человеку есть цены на картошку, цены на то, цены на это, хочу то, хочу это. Тут девушка симпатичная. И тут это Тора, которая говорит, делай, не делай, правильно, неправильно и так далее. И весь процесс мышления происходит, мудрецы назвали этот процесс сердца. То есть, много замыслов в сердце человека. Это не то сердце, которое качает кровь. Сердце это подсознание, в котором собрана вся информация и в котором происходит неосознанный процесс мышления. В сознании есть запрос, что делать, как поступить, как ответить, чем заниматься. Это все запросы, которые поднимают из подсознания информационные пласты информации. И один из этих пластов это Тора. Так вот, Тора, она чужеродная по отношению к сердцу. Потому что сердце человека управляется животными, в основном животными инстинктами и потребностями. И вот есть вот такой вот громкий голос животного вот этого внутри. Жрать, спать, защищаться, захватывать, размножаться. Это все громкие такие, мощнейшие такие потребности. Есть пирамида масло, это мощные такие потребности, которые звучат прямо в этом сердце. И они формируют запрос. Тора это божественная мудрость, которая, если она уже зашла в это сердце, она там как инородная такая. И вот надо выбирать. Как выбирать? Говорится в десятом отрывке. Когда вот эта божественная мудрость зайдет в твое сердце, зайдет в твое мышление вовнутрь. И если она зашла вовнутрь и там отпечаталась, то есть человек с ней соединился. То есть он прямо говорит, не просто есть такая фраза там, не убивай или не кради, или там не возжелай жену ближнего, да. А это факт, это я. Это я с этой фразой сроднился. Вот когда у человека происходит сторой, вот такое соединение на уровне, это не просто мне рассказали, а это я. Когда я в это верю, я это даже не верю, я это знаю, что это так, тогда это происходит очень малочисленного категории людей. Он стал сам человеком Торы, то есть он стал человеком, для которого Тора является главным в его мышлении. И тогда вы даат ли на вшаха ином, тогда даат познания мира у тебя станет приятным. Обычно человек учится, наступая на грабли, обычно человек учится, попадая в какие-то сложные ситуации, в кризисы и так далее. Но когда человек изучает Тору, и Тора становится внутри его главным, главным в его мышлении, да, вот в этом вот внутреннем супе, да, вот этот. Постоянно идет 70 тысяч мыслей в день, постоянно всплывают из подсознания в сознание, идет постоянно мыслемешалка, каша такая. Если у тебя всплывает постоянно Тора, то есть если ты заполнил свое сердце Тором, тогда восприятие, восприятие мира будет для тебя всегда хорошим. Как определить человека по-настоящему религиозного от человека нерелигиозного? Человек нерелигиозный, он все время чем-то озабочит. Религиозный человек, по-настоящему верующий, он счастливый, он настолько, он в кайфе, он все время с Богом. Я учился у Раваиска Казильбера, он всегда смеялся, всегда улыбался, всегда был такой радостный, просто вообще невероятно. То есть каждое мгновение его жизни, оно было, даже когда он сидел в тюрьме, даже когда его не выпускали, когда он убегал от КГБ, там в Таштенте и так далее, он все время был счастливый. Это вот главный признак человека, которого у него восприятие мира идет уже через, сквозь призму Торы. То есть он все видит через то, что Бог со мной взаимодействует, Бог меня любит, я делаю то, что Бог мне сказал делать, Бог обо мне позаботится. У меня впереди рай и вечная жизнь, все мои близкие будут сохранены, тем сохранены Богом, ну кто, Бог же, это ж хозяин мира, создатель мира, чем мне бояться? Понятно, это десятый был отрывок, да? Когда придет божественное мудрость в твое сердце, и познание, дат, и познание для души твоей ином будет приятным. Тебе тогда все внутри будет приятно. 11. Мезима тишмор алейха, твуна тинцереха. Значит, Мезима, это такая глубокая рассудительность. Значит, вот Хава Куперман, да, она дочка Рамзильбера зацали, она тоже всегда улыбается и так далее. Значит, смотрите. Мезима тишмор алейха. Когда ты изучаешь Тору, это же не просто так. Это мы сейчас с вами, у нас такая ознакомительная экскурсия о Торе. То есть, мы сейчас просто по 20 минут в день с утра мы рассуждаем о Торе, пытаемся понять вообще, что, как работает. Но это минимум из минимума. Это от Торы, это 0,00, 0,1 процента, то, что мы сейчас изучаем. Но когда ты изучаешь глубоко, например, садишься и начинаешь изучать Талмуд. Талмуд, это вообще вам, я передать не могу, это, но все равно лист Талмуда, это тоже 0,00, 0,1 там от Торы. История, вчера я как раз изучал, как пророк Ишаяу пришел к царю Хисхияу. И начинается все с того, что Бог умеет делать пшара. Пшара – это разрешать любые противоречия. А было противоречие между пророком и царем. Было между ними противоречие. Кто к кому должен прийти? Царь должен идти к пророку или пророк должен приходить к царю? Потому что и царя поставил Бог, и пророку Бог дает пророчество. А получается, смотрите, как интересно. Ну, если царь, он не имеет права простить неуважение к себе по Торе, потому что его Бог поставил, то есть царь, это как он божественную власть представляет, это он не может сделать так, чтобы его не уважали. А пророк – это вообще пророк, то есть он с Богом соединен. Кто из них более важный? И они не то, чтобы они были сами по себе, они были людьми, которые борются за важность. Они хотели поступать правильно. А тут непонятно, как правильно. Или пророк должен идти к царю. И был пример, когда пророк Илия ушел к царю Ахаву, и он к нему шел, чтобы ему сказать пророчество. А был случай, когда царь, сын Ахава, шел к пророку Илише, и они хотели поступить правильно. Понятно, да? И дальше идет, Бог, значит, сделал, Пшарун сделал так, что царь Исиягу заболел, и пророк Исиягу пошел к нему к больному проведать больного, потому что заповедь важнее всего. Когда ты выполняешь заповедь, у тебя нет как бы вопроса. То есть Бог – царь царей, он хозяин мира. Если он тебе сказал что-то делать, делай. Все, ты никогда не проиграешь, если будешь делать заповеди. И вот, значит, никогда, вот Евгений Рувинский должен знать, в любом сомнении делай то, что Бог сказал, и никогда не проиграешь. Бог тебя проведет по любым переулкам. Потому что, потому что есть, тоже в Мишле мы дальше будем учить, есть там такое выражение, То есть положись на Бога всем своим сердцем, а на свою сообразительность не полагайся. Потому что Бог может, знаете, бывает, все рассчитал, не пошло. Бывает, сделал и пошло. Почему? Все от Бога. Хорошо, так, значит, когда изучаешь штору глубоко, то у тебя появляется глубинное желание, и вот это вот внутренняя такая, алгоритм, когда ты размышляешь не о том, как будет, ты не знаешь, как будет, а ты размышляешь о том, как сделать так, чтобы Богу понравилось то, что ты делаешь. И я вам расскажу короткую историю. У меня есть один знакомый, он такой очень богатый человек, там мультимиллионер, но очень богатый, да, то есть и очень умный. Еврей такой соблюдающий, религиозный, прям я очень его уважаю. И так как он человек, у которого есть огромный жизненный опыт, я во многом с ним советуюсь, прислушиваюсь. И как-то я его спросил, как он поступает, когда у него есть какие-то сомнения в бизнесе. А он очень четко, он отделяет десятую часть от своих заработков и очень много жертвует денег. У него, он говорит, я точно не знаю, сколько у меня денег, я точно знаю, сколько я жертвую. Прямо у него, ну, копейка в копейку. И он говорит, когда у меня есть какой-то проект, и вот он не идет, вот не идет легко, все. Я, значит, говорю так, он левий, его к торе вызывают, очень часто его вызывают к торе. Когда читают тору в синагоге, то вызывают вначале коина священника, потом левий к торе. И поэтому его вызывают два раза в неделю, еще и в субботу, почти каждую неделю. И он говорит, я когда меня вызывают к торе, я мысленно о Богу говорю, я у меня главная цель, это чтобы ты был доволен, чтобы все было правильно. Теперь в этом деле я сомневаюсь, мне так поступить, так поступить. Поэтому, если ты хочешь, чтобы это дело сбылось, и оно произошло по бизнесу, я в этом деле, не 10%, а 20% от прибыли я дам на благотворительность. То есть, это мы с тобой, мы с Богом партнеры, он Богу говорит, да, мы с тобой партнеры, то есть, эти вот 20% от прибыли в этом деле я отдаю на благотворительность. Значит, на цдаку. И после этого он говорит, я спокойненько смотрю, что будет дальше. Если, если не идет, я выхожу из этого проекта, и вот говорит, из моего жизненного опыта, все те проекты, из которых я выходил, они не случались. Ну, потом они проигрывали. Если же, если же это было какое-то сомнение, вдруг начинает вести, и у меня в этом проекте начинается успех. Вот так вот он мне рассказал, как он это делает. Мы зима, в 11 отрывке написано, рассудительность, тишмор алеха. Когда ты будешь рассуждать не о том, как будет, а о том, как сделать правильно по божественным заповедям, это будет тебя охранять. Твуна тинацреха. И логика, сообразительность, но какая логика? Помните, мы учили, что есть бина. Бина это понять вещь из вещи. А есть твуна, это видеть большую картину. Так вот это вот видеть большую картину, она будет тебя оберегать. Твуна это. Что значит видеть большую картину? Давайте посмотрим на конкретную жизненную ситуацию. Вот человек думает, как мне прожить ближайший год? Например, он ставит себе какие-то цели. Вот сейчас, ну, принято так, что начинается новый год календарный, и многие думают, вот заканчивается этот год, анализируют его, что делать в будущем году. Но теперь человек, когда смотрит, что делать в будущем году, он смотрит на этот год вот так вот, вот сквозь вот такую вот щелочку. А теперь, а если он расширит, и посмотрит на жизнь, он поймет, что в принципе жить-то осталось, ну, максимум несколько десятков лет. Несколько десятков лет, и в любой момент жизнь может закончиться. Абсолютно в любой момент жизнь может закончиться. Но, если даже все при самых хороших раскладах, это еще несколько десятков лет. А дальше-то что? И когда он расширяет свою перспективу, то есть, а как ее расширить? Только ты думаешь, или это конец, или же есть бесконечность. Ну, во что лучше верить? В бесконечность. Ага. Значит, если есть бесконечность, тогда это Бог, тогда это заповеди. Тогда мои планы и решения на этот год будут совершенно другого уровня. Если я ввожу в свою картину планирования бесконечный горизонт вечной жизни, в которой все зависит только от того, как буду я соблюдать заповеди или нет, то моя система планирования будет совершенно другая. Понятно. Поэтому, вот то, что мы здесь в 11 отрывке увидели, что вот это глубинное размышление, когда ты, вот если есть эта книга, на русском ее можно выложить, было бы очень классно, если бы выложил Яков Шатадин книгу, которая называется «Маска вселенной». Раба Тива Тац. Книга называется «Маска вселенной», в которой рассказывается о том, как этот мир, этот мир – это маска, за которой скрывается Бог. Как маска, она выражает то, что за ней, так весь этот мир – это маска, за которой скрывается Бог. И когда ты начинаешь заглядывать вначале вглубь событий, пытаясь увидеть за ними Бога, а потом, когда ты смотришь на свою жизнь в рамках вот этого широкой перспективы вечной жизни, то твой уровень решений будет абсолютно другой. Абсолютно другой, и ты подумаешь миллион раз, сделать что-то противозаконное или нет, потому что ты понимаешь, что в долгосрочной перспективе лучше жить правильно, по закону, по правильному. Все. Значит, одиннадцатый отрывок тоже понятен. Нужно рассуждать, уходить вглубь, и нужно расширять горизонты. И дальше нужно, чтобы максимально, максимально было много торы у тебя в подсознании, то есть нужно не просто слушать, а слушать, запоминать, повторять, то есть заполнить свою вот эту вот мыслемешалку, заполнить ее торой максимально, как это возможно в нашем возрасте, потому что мы, к сожалению, первую половину жизни, десятки лет мы заполняли свое подсознание всяким вообще непроверенным, непроверенным трэшем, который просто непонятно, откуда в голову входил, а потом сейчас приходится туда добавлять тору, и получается, что есть в бочке меда, если есть ложка дегтя, так она портит все, а у нас чаще всего есть бочка дегтя, и мы туда сейчас пытаемся медом это вкус исправить, то есть мы тору добавляя чуть-чуть в свое подсознание и мышление пытаемся выдавать какой-то новый продукт в виде решений, что делать, как жить и как быть счастливым, поэтому проще всего, конечно, было бы, как я когда-то сделал 26 лет, отстегнуть прошлый опыт и сказать, все, это не я, это Харьковский спортинтернат, это 90-е годы, это идеология советская, раз убрать эту штуку, и начать строить себя по-новому, да, но если нет, хотя бы вы поймите, что все прошлое, которое участвует в вашем мышлении, принятии решений, все это не работает, это прошлая эпоха, эта идеология испорчена от коммунизма, социализма, там, и всяких измов других, и она не дает вам ничего для вечной жизни, ничего для связи с Богом, поэтому Торой заполняем свое подсознание, и когда принимаем решение, все-таки стараемся понять, что Бог от нас хочет, и как он с нами разговаривает через события, и расширяем горизонт, понимая, что несколько десятков лет, которые жить остались в этом мире, могут превратиться в вечность, а могут не превратиться, поэтому я вам желаю вечности и счастья в этом мире, связи с Богом, и божественных благословений, все, удачи, успехов, и всего хорошего.